МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 архиереус Беларуси, России и Украины собрались сегодня у Гумелика поддать зданину памяти Гумельской святой Манифе. Проподобная заявляется ярким прикладом для переймания частени святости и справедливости. В образ жизни она была посредницей помеж усявышним и человеком. Прозеях ворам подавалось здоровье, бедным с утешением, а тем, кто смуткует, радость. Дякуючи ее молитвам, многие вернулись на шлях выратования. Манифа народилась под Гумелем в 1918 году. За свое святое и праведное жите в 2006 году она была приличена до святых. Мощи Манифы Гумельской заховываются у свято-петропавловским собора Гумеля. Сегодня мы пришли почтить память святой преподобной Манифы Гумельской. Десятилетие исполнилось с того момента, когда она была причислена к лику святых, пока еще местно чтимых. Но вот то, что сегодня собралось большое количество архипастерей и из Белоруссии, и из России, и из Украины, это свидетельствует о том, что почитают преподобную Манифу Гумельскую не только у нас в Гумеле, не только в Белоруссии, но и в России, и в Украине. Вот это очень яркое свидетельство всеобщего почитания. Будем надеяться, что придет время, когда она будет причислена к лику всех православных святых для всеобщего почитания. Не только деля суместной литургии наведал Гумель глава Белорусской православной царквы. Часткой его визиту стало открытие мемориального покоя просвеченного памяти архиепископа Арестарха. И отбылось это укрептие христианского храма. Таким чином последовники выказали удячность незабывному пастыру за все тое, что он сделал для Гумельской епархии в целом, особенно в годы коммунистичных гонений. А потом было освящение поклонного крижа на территории собора. Нехай он служит упрогоживанием и счетом для Гумеля, его людей. С поколения в поколение, на шматлики и добрые годы. Дорогие братья и сестры, я спешу сегодня всех поздравить с большим событием, с праздником Днем памяти преподобного Манифы Гумельской, которая проживала на нашей Гумельской земле, которая в годы гонений была тем светочем для верующих. Приходящие всегда к ней уходили с глубоким духовным наслаждением. Людмила Чарнецкая, Олеся Рудзянкова, Сергей Лукашук, телерадиокампания Гумель. До инших тем. Головная задача, которая сейчас стоит перед супрационниками жильево-коммунальной сферы, это подрыхтовка теплокрыниц до безаварийной работы в осенне-зимовый период. На сегодня уже отриманы больше, как 50% по шпарту готовности. Об этом, подчас гарачей линии, упромым эфиры радио Гумель+, поведомил наместник генерального директора державных объединений жильево-коммунальная господарка Гумельской области Вячеслав Пархоменко. На угол до лечбы 100% жильево-коммунальная сфера региона повинна выйти 1-го вересня. Уже заменено около 80 км тепловых путей при задании на этот год 114 км. С этой метой были складены графики и распроцована программа ремонта, которая на сегодня целиком выполняется. Работы у нас по подготовке к зиме ведутся. Они, в принципе, не останавливаются, ведутся с начала года. То есть, где, возможно, проводятся сразу ремонты, где необходима остановка оборудования. То есть, это, например, вот как сейчас идут отключения горячей воды, то составлены графики, разработана программа. То есть, все работает в штатном режиме, по плану. И к намеченным срокам мы выйдем готовыми. Гомельское областное объединение профсоюза оказывает бесплатную юридичную допомогу молодым специалистам. Консультации по прационных и социальных пытаниях будут проходить до 31-го жни у него ключно. Звернуться до специалистов можно по телефону у Гомеля 71-01-08, альбо 71-02-85, с 8.30 до 17.30. Апошня у гэтым годзе жнивинская юбилейная «Хвилина славы» сёня завершилась у Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина. Ее удельниками стали юные артысты зусёй в области. Про то, чем сдиуляли маленькие зорочки и за что смахалися. Наш наступный репортаж. Пятый год запар. У дни летних каникул на сцене Гомельской областной универсальной библиотецы имя Ленина проходит конкурс детячей творчести «Хвилина славы». Самых талиновитых детей зусюй в области. Ее он сбирая кожный летний месяц. Апошня у гэтым годзе жнивинская «Хвилина славы» стала юбилейной. Ена отбылась у 15-ый раз. За годы основания конкурс стал стартовой пляцовкой для многих юных талентов, для некоторых же он стал уже традиционным местом проведения вольного часа у перед летних каникул. У нас есть постоянные участники, студия «Мюзик Китс». Есть такая. В центре внешкольной работы Советского района занимаются. Они, конечно же, у нас как звёзды маленькие. Но в этот раз, в этом году нас удивили дошкольники, воспитанники старших групп детских садов. Вот они сегодня тоже будут нас удивлять, радовать. На этот раз прозадборочные туры пройшли прикладно полсотни человек. До финала уже дошла только полова с них, самому маленькому удельнику усягу пять годов. У журы профессионные музыканты, вокалисты и хореографы. Для их юные артисты выконывали песни, танцевали, играли на музычных инструментах и выступали у оригинальном жанре. Ребёнку очень понравилось выступать. Она эмоционально постаралась выступить. Очень любит петь. Мы с ней занимаемся. В дальнейшем, думаю, может быть, у нас всё получится. Будем выступать. Но это первое наше такое выступление. Спасибо всем за подготовку такого мероприятия. Усе удельники творчих проектов «Велена Слава», которые вышли в финал, были у достойных гоноровых дипломов. Переможцы же отримали специальный приз Белорусского детского фонда. Ганна Ковалёва, Михаил Рабко, телерэдл, компания «Гомель». Открытие выставы «Пейзажи Карпат» у объективе Валентина Колесника прошло у Центральной городской библиотецы имя Герцена. Черговая экспозиция у межах проекту «Живый аутограф» знайомить ледачо с разностайностью и прихожостью карпатских краевидов. На открытие выставы побывали наши корреспонденты. Выстава «Пейзажи Карпат» у объективе Валентина Колесника – это выник фотовандровки автора. И она уявляет собой 26 малевнических творов. Карпаты завсюду были предметом захопления для поэтов, мостоков и фотографов. Не дивно, что Валентин Колесник так само не застался обыяковым до мясцовых краевидов. Карпаты – это просто незабываемая страна, незабываемая. Притом, что это рядом с нами, это наша. Это наша славянская ось. Не надо куда-то ходить в Европу или куда-то еще далеко. Но там неописуемые пейзажи, притом, они почти не тронутые. Валентин Колесник затыкаюся фотографию еще у юнацтве, але сумасшать працу в свое хобби не отрымливалася. Серьезным захоплением фотография стала только 15 годов тому. После того, как пача удельничать у коллективных выставах фото-клуба «Святло души», автор задумался о персональных проектах. Сонечная экспозиция – это послание до глядача. Не треба бояться гор, это может быть поворотная кропка в жизни. Крыницы натхнения для автора стали не только горы, а и та природная разностайность, которая их окружает. Лесные стежки, реки и горные везки. Контраст холодных и теплых горных пейзажей. Миновата это с получения притягивает увагу. Почему я здесь? Потому что, зная внутреннее состояние этого человека, зная, насколько он многосторонний в жизни и что он делает, естественно, вот это его хобби, которое, на мой взгляд, превратилось в искусство, помогает людям увидеть красивое, помогает увидеть те тонкие вещи, которые не каждый простой человек сможет заметить. И вот его выставка сегодня, посвященная посещению Карпат, вот как горы, и мерзлота, и долины альпийские, и, значит, подножие горы, да, у нас разный климат, разные условия, вот настолько многогранен и сам автор. Ганна Корольчук, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». У Рео-де-Жанейро протягивается Олимпийское свято. У пятый день Олимпиады на старт выходили и спортсмены с Гомельской в области. Василь Кириенко и Константин Сеуцов у велогонцы с раздельным стартом на пьедыстал не трапили. Кириенко финишовал на 17-й позиции, 25-й час показал Сеуцов. Сегодня протягнуть выступления весляры-академисты. Игорь Пашевич у склада четверки распашной позмагается за путевку в финал. Инна Никулина у пары Заленой Фурман выступить у сутешальным финале. Плывец Яуген Цуркин выступить у квалификации на 100 метров цы батарфляем. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvrgomil.by И на этом выпуск завершен. У студии для вас працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин